И как только Тайдхантер получит левел 6, как только Скайрос Мейдж получит левел 6, Шейкеру тут даже шестой уровень не обязателен, ему фиссурки нормальные китать вовремя, и поддачу по адал, которому залетает фиссура, и все будет хорошо, то есть он быстренько там доберет свои нужные уровни, и мы видим Виндрейнджер, давненько уже не было видно Виндрейнджер, забирает ее Нурик для себя любимого, и мы начинаем с Смотреть Датан Начинаем мы его смотреть или нет? Ну все, поехали, поехали посмотрим Команда Братва Нурика Рунец на Думе ДНГ Фейсис Войт Изи Энигма Нурик на Виндрейнджер И Квачер Ну я его Квакером, наверное, пока буду называть Надеюсь, я не обижаться Будет на Личе у нас играть Команда Виртус Про БЗЗ Джакира Йоул Скайрос Мейдж Гот на Тинкере Жотом на Эрдшекере И Сидуха на Тайтхантере Да, это БЗЗ на Джакира Это Керри Джакира Видимо, если там только роль как-то не поменялась Хотя вроде бы нет И посмотрим К чему приведет этот самый Керри Джакира К команду Виртус Про К победе Или же все-таки К поражению Обратите внимание Что у нас по линиям получается У нас по линиям ВРК отправляется в центр БЗ уже готов Кушать крипа И вообще С линии далеко не разбегаются Парни из Братвы Нурика Единственное Далеко Дум тут вышел И что мы успеем Тут спалить или нет Тут сейчас банятся спауны Как мы видим Да Банятся Банятся Вот люди пишут, что у Виртус Про Пик плохой Как по мне, то у Виртус Про Как раз сейчас пик намного сильнее Чем у Братвы Нурика Но это сейчас, да То есть До 25-30 минуты Что будет после Если Откушается Войт То начнутся серьезные проблемы У ВП Ну вот А Войду тут уже сейчас Объясняет Седой Войт просто не может сейчас драться Вообще Никаким образом Вот тут якорем ему Оторвали 225 хп И вроде бы неплохо Заставляет его скушать Уже тангусик Еще там до подхода крипов И какие у нас Лайнапы получается Лич Войт В сложной против Тайтхантера И это Трипла Трипла в сложной С тем самым Керри Джакира И двумя саппортами Шейкер И Скайрас Мейдж Против никого Они пока что стоят Они стоят против Дума Но Думу спауны забанили Поэтому крипов он покушать не может Есть вот этот спаун Но Думу тут не проперло И тут только Грязевые големы стоят Этот спаун тоже заблочен Этот спаун тоже заблочен Ну заблочен был только что Самим Жотмом Так что Так что серьезные проблемы Сейчас у Дума Крипочка он нормального Не скушает в ближайшее время И Энигма фармить тоже не может Вот в чем дело Так что Если сейчас будет Кривой Сентрик стоять Который не разбанит спаун То Энигма Останется ни с чем Вот Энигма Заходит Проверяет Отсюда заходит Проверяет И естественно Вард она не видит И не понимает Что происходит Так что У Энигмы сейчас Такие трудные деньки И если Она уйдет в чужой лес Давайте посмотрим Что из этого получится То Скайросмаг Месте с Шейкером Я думаю могут совершенно Спокойно оставлять Свои линии Потому что Войд против Тайтхантера Плохо стоит В миде Верка с Тинкером Там Тинкер себя Как-то уже нормально Будет чувствовать Более-менее И просто идти гонять Энигму То есть Энигма фармить не будет Дум Крипов иметь не будет Хотя нет Он уже сати раскушал Так что ему уже Больше особо Крипы не нужны Ну и Собственно просто Гонять Энигмы Наверное Не давать ей фармить Верно Верно Да извините Я немножко Видимо простудился Не так давно Вчера была Отличная погода Я вчера Если кто Из Киева Меня смотрит Он помнит Какой вчера был дождь Так вот Я под этим дождем Шел 15 минут пешком Поэтому Когда я пришел Домой Я просто лег В ванную С меня стекло И ванная набралась Чтобы вы понимали Как там было мокро Там просто был ливень Просто Стена воды Я под этой стеной 15 минут топал Пешочком Ну вылетел пока что У нас БЗЗ Я думаю Ничего страшного О том не должно быть Тут вот подсказывают Что Дум выключит Тинкера и все Ну так В том и дело Что Думу для этого Там нужен дайгер Нужна хорошая позиция И все такое Тинкер может вообще Стоять сзади И просто откидывать Там Ракета догон Эзерел Ракета догон Эзерел Думу надо неплохо В саму вроде бы И врываться На ранних уровнях Тинкер Мало будет в драках То есть вырубать Придется скорее всего Там Тайтхантера И Дум в этом плане Действительно неплох Но там еще есть Шейкер Там еще есть Джакира Там еще есть Скаймак И у каждого из них Есть неплохие обилки А какие есть обилки У братвы Нурико У них есть Веркос Хорошим Шеклшотом Пауэршотом И у них есть Лич с Чейнфростом Все На этом полезная Обилки заканчиваются У Дума Таковых способностей нет Замедлений станов Энигма С Малифайсом Только Который Да чуть-чуть мешает Драться Но тем не менее Героя полностью не вырубает И Войд Войд с Хроносферой Вот это очень приятный момент Потому что С 6 уровня Войда и Лича Уже можно пытаться Комбинить Суммонов Как мы видим У Виртус Про нет Следовательно Чайник под Хроносферу Будет залетать Очень неплохо То есть тут Опять же Слишком много Переменных И Кто Грамотнее Исполнит Свою задумку Тот собственно говоря И победит Как обычно в Доте Это и бывает И как вообще В любом Наверное В виде спорта Бывает Кто лучше играет Тот В принципе и побеждает Гениальные фразы Я тут начинаю закидывать Но суть не в этом Суть в том Что если Виртус Про Будут хорошо нападать И драться То У них проблем С Братвой Нурико Быть не должно Но если Братва Нурико Сможет Набрать там Пару айтемов И хорошие уровни То Их Боеспособность Вырастет В разы Такс Что там Интересного Пишут В чатике В чём прикол Братве Нурико Собрать БКБ И Виртус Про Автоматом Проигрывает БКБ Обычно Ты До 20 минуты Вряд ли можешь Собрать Потому что Тебе нужны Какие-то Базовые артефакты Ты там Ну Я не говорю Про основных героев Основной герой Если захочет Он себе быстро БКБ сможет сварить При этом Войд очень сильно Потеряет Не то чтобы Потеряет Он не приобретёт Убивательности Радует только то Что у него Лич есть Команде То есть Ему эта Убиваторность Особо и не нужна Ему Лишь бы под Хроносферой Не умереть Самому Сразу же Так Ну что Давайте Будем Смотреть За доткой дальше БЗЗ Пока ещё Не зашёл По поводу Рассказа С дождём Купит Купитачку Мокнуть Не будешь Жигули Какие-нибудь Да Надо бы уже Наверное Что-то Покупать Не знаю Посмотрим Может быть Со временем Там и приобрету Потому что Уже На работу Ехать надо И В принципе Там Где я сейчас Живу Машина лишней Не будет На Йоу Пишет Что он уже Раконектится Всё Погнали Поехали Поехали У нас У нас Тут уже Кого-то Убивает Этот Кого-то Этот Дум И Да ладно Его просто Уголком Зацепило Мы видим Пробивает Пробивает Ёл На кулдауна Не хватает И Дум Мы видим Даже на развороте Тут Типа Быкует Хотя Вот так Прихватившись За Что это За печень Он Особо Быковать Не может Ну и вот Пошёл Жотом Гонять Энигму Мы видим У него Получается Дэмэдж у него Чуть больше Брони Чуть меньше Но у него Есть Здоровенная Фиссурина Которая Будет Помогать ему Убивать Энигму Вот он Выйти Энигме Не даёт И Анимацию Атаки Не доводит Ну пока Только один раз Не довёл Но ничего страшного А Энигма Уходит Спауны По-прежнему Заблоченные Здесь И Следовательно Энигма По-прежнему Формит Не очень хорошо У неё Только Первый уровень И уже Четвёртая Минута У нас пошла На табло Друзья Что там Ещё Прилетает Кольцо Регенерации Отлично Зачем Ну Такой Ну в принципе На соул ринг Наверное Только Особо Тут соул ринг Жить Нечего Хотя Сейчас Заберёт Вот этих Големов Получит Уровень 2 Уже Будет Хоть что-то Денежки Какие-то Заработает Седой В это В это В это В это Четвёртый С Половиной Левел С тапком С тиками Всё Неплохо У Седого И Миди Тинкер 18 на 7 У Ну Река 10 на 4 Да Тинкер Тут Перекрасывает У И опять Находит Шейкер Энигму Шейкер Просто тем Занимается Что ходит И напрягает Энигму По всей Карте Он за ней Гоняется Вот сейчас Закончилось Время действия Сентриков И вот-вот Мигает Жотом Что надо бы Пойти Наверное Спауны Заблочить Там полезными Вещами Позаниматься Но тут Вард Стоит И Любая такая Попытка Пойти Поблочить Спауны Она сразу же Будет Пресекаться Я уверен Да Руна Инвиза у нас Для Нурика Так И Скаймак Находит Энигму Это Фёрст Блад Да Да Энигма И так У неё Игра не задалась А тут Ещё И Фёрст Блад На ней сделали Бедняга 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 Второго уровня На пятой минуте Это плохо Это Это очень плохо БЗЗ Уже пятый Почти Дум Второго тоже с половиной Ну вот давайте Посмотрим Наверное На график По опыту Тут всего-то Тысяча Вроде бы Преимущества По экспириенсу Но если мы Посмотрим сюда Что мы видим Мы видим то Что шейкер Который Бегает за Энигмой Он точно Такого же уровня Как и она Проблема в том Что тут Оффлейн Дум Тоже второго уровня Как так получилось Не знаю Это же Давайте Наверное Включим Пока Крипстаты Ещё посмотрим Кто как Хорошо Крипочков Месят Воит неплохо Тут крипов Бед Я посмотрю Ещё и Лич тут Подходит Вот на месте Лича я Наверное Я бы так Не быковал Да-да-да Пытаются Пытаются Кайтить Сейчас Седова Но К Седому Тоже подойти Особо Не получается У него Второй Кракеншилл Если он ещё Энкор Смешем Попадёт То Дэмэджи По нему Вообще Входить не будет Там От того же Война Например Тут опять Гоняют Дума Залетает БЗЗ Нету У него Правда Пока Ещё Ой А у него Физы Лол Да у него же Там просто 90 дэмэджи Сейчас Да И залетает Замедление Это минус Да И Джакира Ещё и фраг Забирает Ко всему прочему Не дал Йолу Этот минус Сделать БЗЗ И ещё И Ликвидфайр По вышке Короче Битус Про Очень люто давят Шекер Там у нас умирает От нейтралов На Эншентах Я так понимаю Он просто закупился И Умер Или он просто делал Дабл спаун И Умер Ага Пошёл смог Просто в чём разница Между Энигмой И Шекером Потому что если Шекер Там Даже на втором Разница между ним На втором уровне Или на четвёртом уровне Она практически отсутствует Да Там чуть-чуть Отличается дэмэдж Но суть в том Что там стан Залетает с фиссуры И Можно подойти Чем-то там дальше Доцепить То вот Энигма без левела Она вообще кислая Она Без блэкхола Само по себе Бесполезная В тимфайте И долончики у неё Тоже не особо юзабельные Бывают иногда Конечно юзабельные Но не часто Так что Так что Шекер тут В более выгодной ситуации Если говорить Если сравнивать Уровни Шекера И Энигмы Просто Энигма Сейчас уже будет Начинать потихоньку Фармить Так как Варды уже все попадали Которые блочили Спауны нейтралов И у Энигмы Теперь появляется шанс Подкушаться Так что у нас тут Летающий носорог Курьер Говорят что Кура классная Просто посмотрел Да вроде обычная Кура Сын там Ну и вот он Тайтхантер На которого выехали И которого сейчас Видимо будут убивать Да поставили хроносферу Аккуратненько так Краешком Зацепили Седова И Седову лучше конечно же Рейвэйджи не тратить Я думаю Просто аккуратно побегать Он еще танго съел Но регена у него В действительности Очень много И Ну не регена А резиста И поэтому И вот Войт бы тут Долго месил руками Хорошо что тут еще И лич с Третий новый Появился у нас Очередной фраг От Джакира Дум погибает Тут еще и Нурик был С дабл дэмэджем Но помочь Своему тиммейту Ничем не смог Ну и что уже Вторую вышку Начинать месить Да Это же кстати Катапульта стоит Там сейчас подойдет Джакира с Liquid Fire Начнет заливать Поэтому Tower Да и денег По идее Должны уже Намного больше Иметь Virtus.Fro Так и есть Они уже на Три с половиной тысячи Больше голды Вынесли Во время фарма За эти восемь С небольшим минут Так что Неплохо Неплохо Я бы сказал Так Ну и возвращается Тайдхантер На линию Ботом фидер Как он говорит Да и пора Мима Мима Замедление Меха пошла Бзз Через секунду Будет айспад Но Шоквейв И Плюха От виндрейджер Делают свое дело Йоу тут тоже Скорее всего не уйдет Или А мана закончилась Просто закончилась Мана Все всадили В бедного Бзз Чего там Трэвла уже есть У кинкера Да 9 минут Обычный тайминговый Трэвла Где там Братва Нурика Братва Нурика Энигмочка Хорошо Уже сейчас Получит шестой уровень Значит все не так уж Было и безнадежно Лич уже Почти седьмой Войд Восьмой левел То есть теперь уже Можно комбинировать Лича Войда Вот сейчас тут Жотм Покомбинируется Немного Вот так вот Я говорил по поводу того Что фидить нельзя И именно этим Сейчас кажется И занимаются Ребята из Виртуз-про Вот только-только Они перешли В наступление Уже в активное наступление Что и Тинкер на линии Находится И ДХД И Тайдхантер Тут тоже Рядышком Что если вдруг Драка начнется То Все должно быть На мази Как говорится Да вообще Комбинушка Увп тоже Не дурная И фиссура И макропира Туда и реведж Туда и айспад И все это горит И очень много Дэм уже будет летать Но это если Ошибутся Ребята из братства Нуррика И как-то неправильно Встанут Тайдхантер Тайдхантер Встреча Тайдхантер Тайдхантер Уже скоро Даггер Сгорает вышка И первый Т2 Тауэр падает В миде Еще Т1 Даже не забрали И как раз За этим Т1 Строением Сейчас отправляется Компания Из четырех героев Пятый у нас Тинкер Пока что Отпушивает топ Задумка В принципе Понятная То что Тинкер Отпушивает Две линии Пока Четыре героя Воюют на Третьей В стороне Чего там Мон от Ликвид Фаер Пошел Да Посмотрите Как рассыпается Вышка И Мон Появляется У Гойда Ну что Весьма неплохо По БЗЗ Сейчас залетает Нас подача И отличная Хроносфера Правда Крипы подошли Чейн Фрост Уходит в этих самых Крипов Но вот он Чайник Полетел уже По героям Минус БЗЗ Минус практически Седой Или же нет Нет Седой выживает Виртуз Про Уже успели Сделать минус Четыре Каким-то Непостижимым Образом И забирают Пятого Игрока Братвы Нурика Это минус Пять Блин А как же Все могло Получиться хорошо Если бы не те Самые злополучные Крипы В хроносферу Чайник Залетал Уже вот прям Прям Сочный Такой персик Но При этом Крипочки Подкачали И Чайник ушел Именно по ним БЗЗ бы просто Упал Вообще Моментально Тайтхантер Мы видим Там тоже осталось У него Здоровья Очень-очень мало Ну что ж Хороший Тимфайт Для Virtus.pro Укрепляют Они свои позиции Да Они уже 7500 голды Ведут Причем Понимаете Вот здесь Как с одной Так и с другой Стороны Есть комбинации Которые способны Переворачивать драки Только если у Virtus.pro К этому В придачу Еще имеется Финансовое преимущество У братвы Нурико Имеются Скажем Чистые спылы Которыми Им придется Нереально Качественно Попадать И Нереально Качественно Исполнять Все замесы Если они хотят Победить в этом матче Потому что Они уже Слишком много Проигрывают И тут еще В придачу Ко всему Истинкер Так что На погоне За Скаймагом Нет Скаймаг ушел Дум Вот Дума Надо Тейтхантером Как по мне Вырубать И так Дума Зацепили Сайленс Фиссура Много На маги Правда Скаймаг Ошибся Промахнулся Ультой Своей Нам еще И дума Двигали Было Дело Ну и Такой Себе Типа Прессинг Продолжается От Виртус Продолжается Виртус Продолжается Тейтхантером На Который 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 Могли Затп Пару Пацанов Что Тинкера Будет Вряд ли Получилось Тейтхантером Тейтхантером Его задача Просто Влететь И Разнести Все В бух и прах Причем Маны У него Хватает Ровно На Ульт И фиссуру Все Больше Маны Ни на что У него Нет Поэтому Даже Если Он Сейчас Какую Предварительную Фиссуру Даст Или Тотем Какой-то Все Пиши Пропало Шейкер Юзлис Я ливаю Ой-ой-ой Шекл Ну должен был Только что Вязать Врывается Найтхантер Сразу На Анурика Анурика Стирает Скайра Смейдж Своей ультой На Вышку Вышку Очень сильно Продолжает Пробивать Пытается Сделать так Что Бэкдор Протекшен Не успевал Включаться Но Все И правильно Ликвидфайр Джакира Попадает По вышке И она Начинает Гореть Гори И с фанга Врыв от Войда Пошла у нас Хроносфера Но тут Сразу же Идет Фиссура От Шейкера Найтхантер Заканчивается Слишком рано Погибает Пока только Один Тинкер А здесь Уже Двое Трое В таверне Войт Сделал Байбэк Энигма Ты Блэкхол Вообще В этой жизни Будешь давать Или нет Энигма Боже мой Вот когда Энигма Подошла Здесь Что мешало Просто Не знаю Дать там Краешком Дверного Косяка Блэкхол Этот самый И Джакира Улетает На 80 ХП Потому что Кулдаун На сплах У Нурико И Там уже Задефали Скажем так Хотя нет Не задефали Еще раз Не задефали И еще Шаклшот И это Минус седой И это Минус 3 Буквально За пару секунд Вот братвы Нурико И вот тут Виртус про Ошиблись Слишком Переоценили Свои способности Или недооценили Способности Противников Но вот здесь Вот эти мансы Вот этот Даггер Он Конечно тоже Неплохо там Помогал Эти врывы И лич тоже Подкрался Незаметно Норма Норма Ну потому что Строение Это Вышка По прежнему Еще стоит Трента Конечно нет И понятно Теперь почему Его виртус про Банили Потому что Вот Чтоб избегать Подобных ситуаций Вот что я хотел сказать И лич Получает Одиннадцатый Личу При таких Обстоятельствах Вот при том Что у него Чейн фроста Не хватает Нужно собирать Аганим Если кто не в курсе То Улича С Аганимом Ульт Бесконечное Количество Раз прыгает Да В прямом смысле Этого слова Хотя кто-то там Говорил что он там То ли 50 То ли 80 Раз прыгает И что-то там Багает То ли исчезает То ли улетает То ли еще что-то В этом духе Короче Такая фиговина Достаточно мощная Да Для леча С воином Это еще Какую-то роль Играет То для Верки Что Ну для Верки В принципе Обилки Обычные Даже Про Макс Не помешало Что там Шейкер Шейкер По-прежнему Как мы видим С Дайгером Но в прошлом За месяц Что-то не получилось Сюда должен прыгать Джотом Да И он ныряет Есть Эхо Снэп Есть Минус Два Есть Сразу же Байбек Отлича Отлич Мишек Вэлшот Стягивает Сидуху Месте С Ну и Вышка Упала Вышка Упала Но Бараки Пока еще Стоят Энигма Блэкхол Будет В этом Матче У нас Или нет Пока Не ясно Ну и Воид Уходит Пока Дальше Фармить Не знаю Куда он На Эншентов У нас Отправляется Или нет Вообще Воида Видят Да Тут Стоит Два Апсервера Варда Так что Местоположение Воида Ясно И Эзериал У Тинкера Вот так вот Решил начать Не с догона Именно с Эзериала Товарищ Год Да Я замолчал Я просто прикидываю Вообще Варианты Какие возможно У нас сейчас Здесь Virtus.pro По-прежнему Могут Проиграть Если Будут Играть Неосторожно Несмотря На Вот эти 14 тысяч Мы Прекрасно Понимаем Что Если Есть Вот Такой Набор Героев Который Есть Здесь Если Есть Энигма Если Есть Войд Если Есть Лич К этому Всему То Выиграть Можно И С Проигрыванием Там Не знаю 80 тысяч Золота По одной Простой Причине По причине Того Что Есть Миднайт Пульс И Если Вдруг Virtus.pro Ошибутся Попадут Там Втроем Вчетвером Под Хроносферу Под Которую Подойдет Энигма С Будет Уникад Тимфайт Будет Слит Будет Заработано Много Денег Много Экспириенс Команды Братва Нурика Ну и Сейчас Мы Видим Загонгали Лича Дум Улетает С телепорта У них Одна Есть Просто Проблема Ей Очень Сложно Дать Этот Самый Блэк Хол Потому Что Есть Тайт С Реведжем Есть Скаймакс С Сайленсом Есть Жотом С Фиссурой Есть Вообще Много Кто Здесь Пошел Миднайт Пульс Видите Как ХП Отнимается Реально Огромное Количество Здоровья Улетучивается На ровном Месте Но Пошла Мека И И БЗЗ Красава Поджег Нужный Барак Ну вот А ты Просто Ничего Не сделаешь На месте Дайров Потому Что Вот Подлетает Джакира И все И начинает Гореть На барак У тебя Нечем Его И Регенит Не защитить Хотя Есть Лич С Фрост Армором Но Лич Как раз Таки В таверне На данный Момент И Фрост Армора И Бараки Я думаю Не дожгутся Сейчас Пошел Пайп Пауэршот По всем 45 Ну Уже Нурико Поймали Что Вообще Драки Не будет За эту Линию Да Просто Стоят На месте По-прежнему По-прежнему Стоят На месте Братва Нурико Не хотят Врываться И не знают Чего Они ждут Ждут Возможно Того Что Виртуз Про Сейчас Заберут Сторону И Просто Убегут На базу Но Я бы На месте ВП Это Не делал Я бы На месте ВП Сейчас Попробовал Еще Кого-то Цепануть Ну Вот Просто Под Хроносферу Залетает Сразу Фисурка Воин Не бьет Но Бьют Другие Товарищи Дум За седым Шекл Погоду Попадает А вот Это Кстати Уже Очень Опасно Еще Чейнфроз Залетает Сейчас Кингера Дальше Правда Чайник Не полетел Голод На развороте С лазера Забирает Товарища Дума И тут Шеккет Ну вот Он Пошел Блэкхол Правда Блэкхол Сбивают И Это Кажется Чуть Менее Очередной Тим Вайб Да Минус Четыре От команды ВП Два Байбэка И остается Тут пока Один Лич Но За личом Удет Уже Такая Погоня От Йола Это Также Минус Лич Тим Вайб Два Байбэка Тонна Голды Сейчас Утекла В никуда Потому что Фармить Эти пацаны Не могут Дэфить Тоже Особо Нечего Героев Убивать Негде И Байбэки Были Мне кажется Не слишком Оправданные Где Эти Графики Вот они Графики Вот они 15 тысяч Преимущества По Голде УВП Да Они Вообще Изначально Мы видим Уже Лидировали Начиная С 10-11 Минуты Их Преимущество Продолжало Вот так Ступеньками Подниматься Подниматься Все выше И выше По опыту Как видим Разница Не слишком Велика Но Денег Уже Слишком Слишком Много Они имеют Там уже Аганим Собирает Скайрасмаг Это нефиг делать Тинкер Уже Дагон себе Дособирал Но сейчас Начнет его Грейдить Джакира С Шивой Будет через 150 Голды Наконец Аркан Буци У которого Монопул Теперь Выше Чем Просто На Эхо Слэм И фиссуру На Ну и Что По нижней стороне Пойдут Или по Миду Или будут Просто Пытаться Сплитпушить Сейчас Тинкер Есть Тинкер Может Еще Периодически На топ У нас Залетать Там Обстановку Нагнетать Потому что Там Крепы Уже Чуть Мощнее Если Запустить На базу То Ты Автоматически Унуждаешь Противника Дефать тебя Вот она ВРка Которую Просто Потратили Только Что Ну вот он Тайтхантер Который Идет Тратить Лича Тингер Просто С реармом Не ощущает Никого Вы только Посмотрите Дум Дум Это Тинкер Тинкер Против Компас И победитель Той Бестов Один Серии Будет Сражаться Против Виртус Про За Первое Место В квалификации Ну и Собственно За слот На тот Самый Турнирчик Ай Лига Который Будет У нас В Китае Кажется Проходить Давайте Мы уходим С вами На небольшую Рекламно Музыкальную Паузу После которой Вернемся Далеко Не разбегайтесь